В современной России имеется немало ученых, которым в силу специфики своей деятельности пришлось заняться изучением строения атома и вещества, которым под воздействием неоспоримых фактов пришлось прийти к пониманию, что строение атомов химических элементов имеет некоторое другое строение, чем то, к которому мы привыкли в школе и в вузах. Например, Болтов Борис Васильевич. Личность противоречивая, но его взгляд на иное строение атомов заслуживает ознакомление. Парадоксы современного мира на протяжении всего его существования заключались не только в возможности существования явлений и феноменов, чуждых самим устоям официальной науки, но и в том, что эти чуждые явления умудрялись развиваться в серьезные и сильные школы, учения и направления в масштабах всей планеты. По всей вероятности, давление на личность, вызванное борьбой в мировом масштабе с лженаукой, ограниченные возможности реализации, оказывались прямо пропорциональны той силе, с которой творческий процесс требовал своего развития и выражения у отдельных людей. Кто-то считает Болотова сумасшедшим, а кто-то крупнейшим ученым современности, диапазон знаний и интересов которого поражает своим разнообразием и глубиной. Многие его теории вызывают больше вопросов, непонятны. Однако некоторые считают, что его наследие имеет полное право войти в десятку высших достижений человеческой мысли XX века. Многие годы личная информация о нем была недоступна по причине того, что он был ученым-ядерщиком. Только недавно стало возможным узнать о Болотове не только по книгам, но и по его биографии. Свой взгляд на эту систему Борис Васильевич изложил в своей работе некоторые основы строения вещества. Рассмотрим положение из этой работы. Опускаем критику официальной науки в отношении преобразования веществ, так как она основана на элементарном незнании отдельных физиков, важнейших основ этих веществ. В настоящее время опубликовано более тысячи статей и книг, в которых признаются либо отрицаются процессы в веществах, приводящие к перестройке атомов. Большинство этих публикаций отрицают возможности холодного ядерного синтеза, то есть управляемых ядерных преобразований. В настоящее время, за данные с период 1955 года, окончательно было доказано, что управляемые ядерные превращения не только возможны, но и технически относительно несложно осуществимы, без сверхвысоких давлений и температур. Авторы – это Болотов и компания – настоящей работой сформулировали свои понятия по атомной идеологии, которые в конечном счете не только позволили создать стройную теорию строения атома, но и экспериментально доказать возможности дробления атома на фрагменты и его синтез, то есть укропнения. Определение пространства и строение вещества авторы начинают с постулатов, которые не собираются никому доказывать. Далее от первого лица авторы предполагают, что все протяженное трехмерное бесконечное пространство, обозримое человеком, является абсолютно пустым, поэтому протяженное пространство не обладает никакими свойствами, кроме волновых. Это пространство как среда с нулевыми свойствами, тем не менее, способно передавать колебательные возмущения, если эти колебательные возмущения трехмерны. Действительно, на элементарном уровне в пространственной среде с нулевыми параметрами невозможно перемещение обычных одномерных волн, поэтому в пространстве возможны колебательные процессы на уровне стоячих волн. Легко себе представить, что трехмерная стоячая волна будет выглядеть в виде двух шаровых пучностей. Одна из пучностей соответствует положительным полуволнам синусоид, а вторая пучность соответствует отрицательным полуволнам синусоид. Авторы стоячую волну, то есть первую шаровую пучность, назвали электроном, а вторую шаровую пучность – позитроном. Таким образом, электрон и позитрон, или пиэлектрон, хотя и являются взаимопротивоположными, не могут аннигилировать друг с другом, так как, по сути, являются полуволнами одной и той же синусоиды, только в трехмере. Шаровая пучность в пространстве ведет себя как вещество. Действительно, поскольку стоячая волна привязана к некоторой точке пространства, то ее положение в пространстве возможно только на расстоянии, равном полупериоду. Другими словами, положение стоячих волн строго дискретно. И теперь становится понятно такое определение из физики, как спин. Поэтому, чтобы пучность переместить в пространстве, надо приложить некоторые усилия, так как эта пучность может перескочить участок в пространстве только не меньше, чем на полпериода – на один спин. Следовательно, электроны и пиэлектроны, являясь с одной стороны волновыми стоячими волнами, а с другой стороны элементарным веществом, обладающим свойством сопротивляться перед движению, то есть обладают свойством массы. Другими словами, вещества получаются на основе электронов и пиэлектронов, которые формируются в виде кристаллических образований на основе платоновых тел и не обязательно платоновских. Вещества, таким образом, являются продуктом пространственной среды, сформированной в виде стоячих волн, то есть этих пучностей. Пространство и вещество, таким образом, это одно и то же. И тогда распад вещества сводится к превращению вещества в пространственную среду. Поэтому вещество, так же как и пространство, ни из чего не состоит. Но можно допустить, что пространство состоит заполненным идеальными ломоносовскими ультракосмическими частицами, а пару электрона и пиэлектрона назовем электронно-позитронным резонатором. Рассмотрим конструкции атомов и элементарные частицы атомов. Простейшей кристаллической объемной конструкцией являются соединения двух электронно-позитронных резонаторов. Вот эти А и Б нейтральные, состоящие из двух резонаторов, В, Г, Д – последние три, заряженные, из которых Г – наилегчайший мезон, А, Д – наилегчайший протон. Чтобы полнее представить образование конструкций из электронно-позитронных резонаторов, поясним в начале возникновения зарядности в сложной системе. Эти резонаторы с принципиальной точки зрения – нейтральная система, так как состоят всегда из электрона и пиэлектрона со взаимопротивоположными зарядами. Электрон и пиэлектрон взаимно компенсируют зарядность. Но оказывается, пространственные колебания реализуют зарядность на одну единицу, либо положительную, либо отрицательную. Так, в наилегчайшей частице атома, рисунок 1А, два резонатора образуют нейтральную атомную частицу, а в конструкции рисунок 1В атомная частица становится уже заряженной, так как в ней на один электрон больше. Как это можно себе представить, чтобы при наличии только электронно-позитронного резонатора было на одну зарядную единицу больше? Действительно, такое явление возникает из того, что электроны или пиэлектроны возникают поочередно. Поэтому одному электрону могут соответствовать сразу два пиэлектрона, или наоборот, одному пиэлектрону два электрона, как это изображено рисунке 1В. В такой конструкции мы наблюдаем смежное соединение как двух разнородно заряженных частиц электрон-позитрон, так и двух с одноименными зарядами. По схеме такое соединение благоприятствует при соединении еще одной заряженной частицы, рисунок 1В, либо отрицательной, рисунок 1Д, либо положительной 1Г. В первом случае образованная сооружение имеет отрицательный заряд, так как электронов по числу больше, чем позитронов. А во втором случае оно будет иметь положительный заряд. Очевидно, в первом случае мы имеем дело с наилегчайшим мизоном. А во втором случае с самым легким протоном с той же массой. Мизон по отношению к протону является атомным ионом, способным к образованию ковалентной связи, поэтому дейтрон является наипростейшей атомной молекулой. Итак, книга-то увлекательная, мы же перейдем к гипотезам, что из всего этого вытекает. С пониманием авторами теории строения вещества можно понять, что модель атомного ядра Нильсобора, к которой мы все привыкли еще в школе и которая часто приводится все в той же Википедии, скорее всего неверна, хотя и более понятна. Более подробно изучайте в работе Болотова. Из этого следует вывод, что вещества не состоят из атомов, а атомы из электронов, протонов и нейтронов. Основы строения вещества – это простые и сложные фигуры, образованные трехмерными электромагнитными волнами. Эти волны образуют и вещество, и энергию, и переходят из одного состояния в другое. Нам известны частные явления этого процесса – химические реакции с поглощением или выделением тепла, в результате которых образуются новые химические соединения, а по сути новые группы фигур электромагнитных волн с потерей или приобретением новых трехмерных волн с группировкой их в новые фигуры. Вероятно, в процессе цикла в жизни планеты есть периоды, когда воздействие этих волн более интенсивно, а есть периоды, когда действие этих волн ослабевает. Вот таблица Менделеева с указанием радиоактивных элементов. Как же объяснить образование такого явления как радиоактивность и объяснить, что вещество распадается, излучая энергию? Почему оно тогда образовалось неустойчивым и как могла образоваться неустойчивая форма вещества? По сути, чтобы веществу распадаться сейчас, когда-то ему нужно было сконцентрировать в своих фигурках энергию. В нашем мире нет ничего стабильного, даже вещество постоянно преобразуется, одни атомы преобразуются в другие, как утверждает Болотов, путем преобразования новых фигур под действием трехмерной электромагнитной волны. Золото, кстати, кто не знает, радиоактивный металл. Полезна ли это радиоактивность? В некоторых случаях да, а в некоторых губительно. Теперь попробуем объяснить теорию мировых катастроф под действием этих трехмерных электромагнитных волн. Вот на примере ямальских дыр. Наличие радиоактивности объясняется тем, что трехмерная радиоактивная волна образует не только газы, которые выталкивают грунт, но и другие атомы, в том числе радиоактивные. Также многие круглые озера, которые считаются результатом ядерной бомбардировки, могут быть следствием того же самого процесса. Многочисленные пожары XIX века в Америке и в России. Поток этих трехмерных электромагнитных волн вызывает не только образование новых атомов, но в некоторых случаях образование сильного потока энергии, как в микроволновке. Так могли начинаться пожары. Как ни странно, этот же процесс вызывает образование вечной мерзлоты, только там процесс идет с поглощением энергии. Ну и далее, кому интересно, по этой теме можно ознакомиться с работой советского и российского ученого Кривицкого Владимира Алексеевича. Парадоксы трансмутации и развития Земли – неочевидные доказательства. О том, как Болотов создал новую таблицу химических элементов практически в домашних условиях при помощи катализаторов, новые виды химических веществ из этой таблицы, обладающих невероятными характеристиками, смотрите видео на канале «Новая таблица химических элементов Болотова». И тут мы переходим к интересному вопросу. Знала ли о реальном строении вещества предыдущая цивилизация? Вот интересная версия Павла Конного, преуспевшего в расшифровании чаромутного древнего русского языка. Смотрите видео на канале «Расшифровка манускрипта Войнича». Существует легенда, что Ломоносов был алхимиком и расшифровывал свитки с текстами мудрецов Гипербореи, которые его отец Помор получил от северных колдунов-шаманов. Когда он показал свитки христиану Вульфу, профессору из Махбургского университета, тот выразил мнение, что увиденное напоминает ему рецепт философского камня. Вот это всем известные русские руны. Павел, будучи знакомым с борейскими рунами Аверьянова, с помощью таблицы химических элементов Рыбникова создал руническую систему некоторых элементов. Схема состоит из рун вращения или рыбок. Итак, это Всерот, который рождает все. А это Перворот. Слева мы смотрим на электромагнитные пучности, а справа отображение в рунах. Водород. Гелий. Суворов. Это газ гелий 1. Ушаков. Инертный газ гелий 2. Ломоносов. Гелий 3. Неон. Инертный газ уже триод. Фтор. И вот мы меняем картинки одна за одной и получаем анимацию усложнения вещества. Для примера можно расшифровать и этот рунический став, если разделить его на части. Автор рунической схемы химических элементов Коннов Павел Петрович Также мы видим, как наши предки, до ограничения знаний современной наукой, повсеместно использовали знания о веществе в различных устройствах. Самые массовые, которые остались нам в наследство, это церкви, храмы, купольные сооружения, крепости-звезды. Реальное их применение нам пока неизвестно, мы можем только выдвигать гипотезы. Как сейчас альтернативщики выдвигают версии, что это были энергетические устройства по сбору электричества, а видимое проявление в виде свечения – это побочный эффект. Но если думать новыми критериями строения вещества, скорее всего эти сооружения усиливали воздействие трехмерных электромагнитных волн на человека, так как сам человек есть комплекс этих волн. В результате чего человек приобретал полезную реконструкцию, получал энергию, здоровье, знания, состояние эйфории. Не кайфа, конечно, а радости жизни. Может, именно поэтому люди тогда и жили дольше, просто умели использовать эти энергии трехмерных электромагнитных волн для восстановления здоровья, усиления мысленной деятельности. Есть такие свидетельства, что первоначально купола покрывались золотом. Однако о чем нам говорят историки? О каком-то соединении золота и ртути, о десятках погибших мастеров, работавших с этим ядовитым материалом. И откуда столько мастеров-то подготовленных набирали, если они мерли, как мухи? В фальсификации фактов иногда применяется такой прием – событие не отрицается, изменяется его смысл и цели. А что, если изначально не было никакого золота, была амальгама ртути? Все мы слышали про ртутные антенны, которые очень сильно притягивают волны. Сейчас эта информация добросовестно вымарывается из публичного доступа, как и сама ртуть из употребления. За ее хранение грозит реальный срок. Но если такие антенны ртутные действительно имеют хороший коэффициент усиления, а купольные сооружения – это установки по управлению трехмерными электромагнитными волнами, то лучше бы их было покрыть ртутью. Почему же на старых храмах мы видим золото? Однако мы уже сталкивались с таким явлением, как мгновенное окаменение живых существ, то есть преобразование в живых веществах углеродов кремний. Почему же ртуть не могла превратиться в золото? Очень даже могла, это даже проще. Ртуть в таблице периодических элементов находится совсем рядом. Может, поэтому мы теперь и не можем понять истинного предназначения купольных сооружений. Чем же они на самом деле покрыты – золотом, ртутью или амальгамой ртути? Купольные устройства для нас представляют большой интерес. Выдвинем такое предположение. Скорее всего, в водокачках, которые есть в каждом допотопном городе, не было никаких насосов. Купольные устройства изменяли гравитацию самой воды, и она поднималась из недр. Существует ли этот эффект сейчас? Нам это всем известные родники, а особенно вода, падающая с гор. У многих водопадов отсутствует такой сбор из осадков, который они извергают с высоты. Совершенно очевидно, что все эти потоки воды каким-то образом поднимаются внутри горы. Такой вопрос, как управление гравитацией, некоторые ученые исследовали. Например, Виктор Шаубергер, работая лесником, обратил внимание на рыб, которые стоят на месте в быстром потоке воды, едва двигая плавниками. Свои наблюдения он применил на практике, организовав сплав леса по новой технологии. И всем известно про летающие тарелки в Третьем Рейхе. Значит, все-таки какие-то механизмы по управлению гравитацией были реализованы. Летающий майский жук – это тоже большой феномен. На таких крыльях он летать в принципе не может, это рассчитали ученые. На таких крыльях он левитирует, то есть управляет гравитацией при помощи электростатики. Вот посмотрим еще несколько старых фото. Это Лаос XIX век, очень интересные головные уборы. Здесь мы видим и русский кокошник, и индийские лингамы. А вот головной убор офицера Германии XIX века. Как объясняется, култышка сверху для того, чтобы сабля соскальзывала, потому что, наверное, ему все время вертикально сверху били по голове саблей. Таких странных головных уборов с намеком на получение энергии множество. Также фотографии лингамов в сети сотни, если даже не тысячи. Что это за устройство? Скорее всего, просто исходя из сравнения, гипотеза возникла из таблицы распространения звука в различных средах. В граните она выше, чем в воздухе в 12 раз, в алмазе в 36 раз. Получается, что звук в этих средах разгоняется в 12 и 36 раз соответственно. Что происходит на границе гранита? Многие исследователи уже снимали некое свечение на старых купольных сооружениях. Кому еще не понятен эффект красивого сияния искрения алмаза, да и некоторых других драгоценных камней, они сияют потому, что в них трехмерная электромагнитная волна разгоняется, а на поверхности излучается. Инженеры-электрики знают про такое явление, как коронный разряд. Гудение высоковольтных линий – это его звуковое проявление. Все это работает по принципу магнетрона в микроволновке. А лингам – это магнетрон прошлой цивилизации. По принципу магнетрона и концентрации волна могли не только обогревать жилище и готовить пищу. Вспомним горшочек из старых сказок, который сам себе варит, до сих пор думаете, что это сказка. Очень много купольных сооружений, где имеется некий престол, да и полы странные, чугунные. Зачем это было бы нужно? По принципу микроволновки пол не будет нагреваться, да и на людей в церковных одеждах излучение не будет воздействовать. В этих сооружениях также используются элементы свастики. Эти орнаменты вышивались на одежде и рушниках наших предков. Жарникова Светлана Васильевна считала их рунами. А что такое рун из альтернативного взгляда элементы управления магией? А магия – это воздействие визуальных образов на материю. Ну и в качестве завершения приведем слова известного ученого-доктора технических наук, создавшего эфиродинамику, Владимира Акимовича Ацуковского. Мы находимся в море бесконечной энергии. Наши предки знали об этой энергии и строении вещества и, скорее всего, могли это использовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!